В одной из бизнес-секций Восточного экономического форума впервые обсуждали морекультуры. Новая отрасль Дальнего Востока привлекает к себе внимание инвесторов, а также представителей власти и науки. Владивосток давно зарекомендовал себя как бренд. Морские деликатесы увозят из приморской столицы каждый гость. Но объем площади для потенциального выращивания гидробионтов велик, а вот использовать его некому. Да и нет возможности. Созданию акваферм мешает ряд препятствий. Бизнес отличает, что все-таки процедура формирования руководных участков нужно не только сложная. Большинство территорий на вид доступных использовать для выращивания морекультур пока невозможно физически. Для этого Минвосток Развития готовит интернет-сервис. На карте легко и быстро в режиме онлайн можно без ограничений выбрать участок и сразу увидеть его площадь. База данных уже оцифрована, а на сайте разместили пошаговую инструкцию регистрации. Также сократится время на оформление с помощью электронного аукциона. От выбора участка до подписания соглашения пройдет максимум 70 дней. На наш взгляд это как раз-таки подтолкнет к более быстрому принятию решений. И у нас совместные прогнозы в ближайшее время, наверное в ближайший год, это порядка плюс 100 тысяч гектаров, которые мы хотели бы реализовать на Дальнем Востоке. Эксперты отметили, нельзя забывать и об экосистеме. Вспомнили опыт Японии 80-х годов. Морского ежа стали выращивать в производственных масштабах. А вот запас морской капусты, которая питается еж, не рассчитали. Последствия устраняли около 10 лет. Наука готова сотрудничать с бизнесом. Без контроля за количеством гидробионтов и их средой обитания не обойтись. На участках, где в теории можно разбивать аквафермы, сливать отходы категорически запрещено. А значит и на примыкающем земельном участке строить рыбоперерабатывающий завод нельзя. На сегодняшний день мы в островсе нуждаемся именно в береговой зоне. Потому что отсутствие земельных участков является одним из основных на сегодняшний день факторов, сдерживающих развитие аквакультуры в Кремовском крае. Не хватить может не только земельных участков, но и самих морских обитателей. Браконьерство – одна из основных проблем развития отрасли. По словам участников форума, на Дальнем Востоке отсутствует так называемая аквакультура. Кулова относится как к сбору урожая в лесу. Не созданный специальный государственный орган, который бы контролировал и отвечал за этот вопрос. Таким воздействием сформировалось несколько поколений молодых и сильных мужчин, которые кормили свои семьи. И без решения этого вопроса для дальнейшего предложения, скажем так, движения в этом направлении было достаточно проблематично. Говорили и про лосось. По его разведению Россия занимает третье место, уступая таким гигантам, как Япония и США. Вопросы по аквакультуре упираются в отсутствие единой базы знаний для всех, чтобы и инвесторы, и предприниматели, и научные сотрудники, и даже обычные люди, которым предстоит жить вблизи морских ферм, обладали всей необходимой информацией. На Восточном экономическом форуме про марикультуру можно не только послушать, но и посмотреть. Например, на таком стенде мы подходим и выбираем любую секцию, например, про выращивание гребешка и трепанга. Развитие акватории – вопрос важный и приоритетный. Гребешки, мидии, устрицы, трепанг, рыба – большее количество морских деликатесов пока отправляется на экспорт. Внутренний рынок обогатят именно аквафермы. Такие морские огороды сыграют на руку и престижу Дальнего Востока, и экономики. Конечно, при грамотном подходе. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.